Многие исторические личности вызывают неподдельный интерес даже спустя десятилетия. Существует целый ряд людей, прославившихся не изобретениями или заслугами, а ярким криминальным прошлым. Одним из самых знаменитых преступников является Альфонсо Габриэль Капоне, которого обычно называют Аль Капоне. Он повлиял на мафию США, как Коко Шанель на мир моды. Вы на канале Фактор Юз, и в этом выпуске я расскажу об одном из самых влиятельных людей Америки середины 20 века. Аль Капоне родился в Бруклине и был четвертым ребенком в семье. Родители были итальянскими эмигрантами, которые приехали в США в 1894 году и обосновались в пригороде Бруклина в Нью-Йорке. Глава семейства был парикмахером, мать швейой. Всего же в семье было 9 детей. С ранних лет у Капоне проявлялся резкий характер. С первых классов он ругался с одноклассниками и учителями, а в шестом классе даже попытался избить преподавателя прямо на уроке. Вскоре после этого подросток бросает учебу и присоединяется к местной банде, которая позднее станет частью знаменитой нью-йоркской группировки Five Points. Рост Аль Капоне не был слишком большим – около 170 сантиметров, но он всегда был очень крупным и производил эффект громилы, из-за чего его устроили вышибалый в бильярдный клуб, который был прибежищем банды и служил прикрытием для настоящих дел. Пристрастившись играть в бильярд, он в течение года выигрывал абсолютно все турниры, проводившиеся в Бруклине. Именно к этому периоду жизни приписывают поножовщину Капоне с уголовником Фрэнком Галучио. Аль Капоне отпустил замечание в адрес одной из девушек, а она оказалась то ли сестрой, то ли женой Галучио. Началась поножовщина – у Альфонса появился его знаменитый шрам на лице. Капоне такой банальной истории всегда стыдился, поэтому выдумал альтернативную версию – якобы шрам являлся результатом участия в сражениях во время Первой мировой войны. На самом деле Капоне не только не воевал, но и даже не служил в армии. В 1917 году 18-летним Капоне вплотную заинтересовалась полиция Нью-Йорка. Его подозревали в причастности по меньшей мере к двум убийствам, что послужило ему поводом перебраться в Чикаго и присоединиться к банде Большого Колозима, хозяина нескольких борделей и дяди Торио. В этот период между Колозима и Торио шел разговор о расширении сферы деятельности бутлегерством. Торио был за, Колозио против. Торио, исчерпав все аргументы, решил устранить Колозима, и Альфонсо его в этом поддержал. На новом месте Великий Аль, как его называли друзья, занялся сутенерством в одном из борделей. Среди гангстеров Чикаго 30-х годов это было унизительным занятием, но Капоне сумел сделать из этого заведения весьма прибыльный бизнес. Он превратил его из обычного публичного дома в четырехэтажный источник денег, где поэтажно располагались пивная, тотализатор, казино и сам бордель. Это место очень быстро превратилось в бизнес, приносящий 35 миллионов долларов в год. В переводе на сегодняшние деньги это будет около 420 миллионов долларов, а в рублях более 30 миллиардов. Война бандитов при Капоне приняла невиданные для тех пор масштабы. Только между 1924 и 1929 годами в Чикаго было застрелено более 500 гангстеров. В перестрелках использовали автоматы, пулеметы, гранаты, а также устанавливаемые в автомобилях взрывные устройства. К 26 годам Аль Капоне становится во главе всей криминальной империи, после того, как предыдущий глава мафии Джон Торио сложил с себя эти полномочия. Став лидером мафии в Чикаго, Аль Капоне заказал персональный кадиллак весом 3,5 тонны. Машина имела мощную броню, пули непробиваемые стекла и съемное заднее стекло для стрельбы по преследователям. Кроме брони по всему корпусу у пули непробиваемых стекол, эта машина была оборудована скрытыми бойницами в дверях. Интересно, что в 1933 году президент США Франклин Рузвельт находился с визитом в Чикаго. Там его машину обстреляли. Сам президент не пострадал, но ехавший с ним мэр города был смертельно ранен. После этого случая служба безопасности выбрала более надежную машину для президента. Почетную службу стал нести конфискованный двумя годами ранее у Аль Капоне тот самый Кадиллак. Первым делом новый босс Аль Капоне ввел такое понятие как рэкет, то есть он предлагал бизнесменам платить ему дань, и весьма солидную, а за это предоставлял им защиту от других банд, а иногда и от полиции. Если бизнесмены отказывались, то их заведению, а часто и им самим грозил финиш. Также мафия стала эксплуатировать проституцию, ввела мошенническую схему, через много лет получившую название «отмывание денег», за взятки покупала полицейских и даже высокопоставленных политиков, чего раньше невозможно было даже представить. Бизнес Аль Капоне был напрямую связан с контрабандой спиртного, запрещенного в те года в Соединенных Штатах. Прибыль требовалось легализовать, а для этого босс мафии открыл сеть прачечных. Цены на услуги были установлены настолько низкие, что количество клиентов невозможно было посчитать. Соответственно, официально прачечными показывалась гигантская прибыль, на самом деле получаемая от торговли спиртным. Собственной застирки белья схемой получила название «отмывание денег». В январе 1929 года люди из банды Бакса Морона украли грузовики Аль Капоне и взорвали несколько принадлежавших ему баров. При этом главный боевик гангстера Джек МакГорн попал в засаду и с трудом выбрался живым. Аль Капоне решил отомстить и показать, кто в Чикаго настоящий хозяин. 14 февраля один из людей Капоне сообщил, что угнал грузовик с контрабандным спиртным. Морон потребовал пригнать грузовик в тайный гараж. Когда гангстеры Морона собрались для приемки груза, к гаражу подъехала машина. Из нее вышли четверо, двое из которых были в полицейской форме. Людей Морона поставили лицом к стене и расстреляли. Шесть гангстеров умерли на месте, а еще один скончался от ранений в больнице. А вот главный соперник Капоне Морон навстречу опоздал и остался жив. Однако доказать, что к убийствам причастен Капоне так и не смогли. У самого Капоне нашлось железное алиби. С подросткового возраста, вращаясь в криминальных кругах, Аль Капоне связал свою жизнь с дамами легкого поведения. Уже к 16 годам он имел несколько венерических заболеваний, в том числе сифилис, который пытался лечить, но вскоре забросил это дело. Женился Капоне в 19 лет. Женой стала ирландская продавщица Мэй Джозефина Кафлин, которая еще за месяц до свадьбы родила ему сына Альберта Фрэнсиса. На сыне Капоне значительно сказалось здоровье отца. Мальчик появился на свет с врожденным сифилисом и серьезным осложнением на мозг. В младенчестве перенес ряд операций, смог выжить, но был почти глухим. Примечательно, что всего один раз в жизни Альберт пытался почувствовать себя в роли преступника и украл в магазине какую-то безделушку, но его тут же арестовала полиция. Капоне-младшему присудили два года условно и больше он до конца жизни не приступал закон. В уже зрелом возрасте Альберт сменил знаменитую фамилию на Браун, женился и подарил жизнь четырем дочерям. Так что у Альфонса Капоне до сих пор есть биологические потомки. В июле 1931 года Капоне предстал перед федеральным судом и в мае 1932 года был приговорен к 11 годам тюремного заключения в исправительном заведении «Атланты» за неуплату налогов в размере 388 тысяч долларов. По прибытии туда после прохождения медосмотра у Капоне были диагностированы сифилис и гонорея, а также симптомы абсистенции, вызванные кокаином и приведшие к повреждению носовой перегородки. В 1934 году его перевели в тюрьму на острове Алькатрас. Там психическое здоровье Капоне из-за прогрессирующего нейросифилиза все больше ухудшалось, и последний год заключения он провел в тюремной больнице. Большинство написанных им в период заключения писем были совершенно бессвязными. Из-за здоровья его срок был сокращен и 6 января 1939 года его выпустили из тюрьмы и перевели в Калифорнийское федеральное исправительное учреждение на терминал Айленде, откуда выпустили 16 ноября того же года. Из 11 лет Капоне отсидел лишь 7, но их и хватило для того, чтобы Альфонсо окончательно подорвал здоровье и вышел на свободу, полностью потеряв криминальное влияние. В тюрьме его сифилис вошел в завершающую стадию разрушения организма, хотя умер Аль Капоне по другой причине. В конце января у него случился инсульт, через 3 дня врачи также диагностировали пневмонию, а 25 января 1947 года Альфонсо Капоне скончался от остановки сердца в своем загородном доме во Флориде. Похоронили босса мафии в Чикаго, но из-за огромного потока туристов, превратившегося фактически в паломничество, его тело перезахоронили в штате Иллинойс. В историю Аль Капоне вошел не только как олицетворение организованной преступности, но и как некий орел гангстерской романтичности, который очень часто используют в кинематографе. Друзья, если вам был интересен ролик, то обязательно отпишите в комментариях, о ком еще снять видео. Также ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Субтитры создавал DimaTorzok